Максим не признается в том, что у него был секс с другой участницей на проекте. А я же говорил, я же говорил ранее, вы мне не верили. Что скажете теперь? Финальный 13 выпуск это не просто пост-шоу, это целый фонтан эмоций и событий, которые произошли. Нам есть о чем поговорить. Здравствуйте, меня зовут Ксения Мишина, мне 30 лет и я холостячка. Набирайте в свои чашки чай, кофе и погнали разбирать. Всем привет, наверняка вы со мной уже знакомы, а если не знакомы, напоминаю, что меня зовут Богдан, это канал Блюз Павла Мьюзик, канал, на котором мы говорим 24 на 7 о самых актуальных новостях из мира шоу-бизнеса, поэтому обязательно подпишись, это не часть нашей интернет-семьи, будем вместе покорять пространство Ютьюба, обязательно поддержи это видео лайком и своим комментарием. А сегодня мы разбираем 13 финальный эпизод. Тоже пошло не так, событий было очень много. В качестве экспертов на пост-шоу пригласили психолога Наталью Холоденко, и меня это несколько смутило, потому что Холоденко уже так заюзал телеканал СТБ, что ему просто не стыдно пихать своего эксперта абсолютно во все возможные ток-шоу. Ну, конечно же, Даша и Никита, значит, Никита это предыдущий холостяк с 9 сезона, Даша победительница, на которой, собственно говоря, женился Никита, и тут так много было ванильности, так много было любви в кадре, так много ручками потерлись, ручки подержали, туда-сюда, ну, блин. Мне лично было приторно за этим всем наблюдать, я не могу сказать, что это плохо, но мне кажется, люди, которые по-настоящему любят друг друга, не зря же говорят, счастье любят тишину. Но самый интересный момент, это секс Максима с Даной на проекте. А в одном из своих выпусков, если вы внимательно пересмотрите, я уже обсуждал этот вопрос и говорил, говорил об этом. Конечно, когда женщина на тебя вешается и 24 на 7 говорит в эротических стихах поэзии о любви, интимной любви, конечно же, ну, наш холостяк, несмотря на то, что он вообще не творческий человек, но на сети, которые расставил Данна, конечно же, он клюнул. Кстати, мне стало известно, что участницы смотрят мои выпуски. Девчонки, огромное вам спасибо большое, вот правда, я настолько не ожидал. Я вообще, когда начал снимать обзоры на холостяк, не думал, что все зайдет так далеко. И благодаря нашим зрителям наша аудитория растет. И, боже мой, это такая ответственность, так хочется вас радовать, так хочется давать вам настоящие эмоции. Я напоминаю, что ближе к осени будет очень много интересных новых форматов на моем канале, поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь, чтобы не пропустить самые-самые интересные обзоры на самое горячее шоу. Ну и, возвращаясь к Дане, я понимаю, что многие девочки могут не согласиться с тем, что я говорю в своих выпусках, потому что один из выпусков вообще был достаточно трэшовым, когда я рассказал, что Максим может иметь сына. Меня просто съели вот так вот с потрохами. Но, но, я рассказываю о своих субъективных ощущениях, которые я испытываю во время просмотра серии. Я понимаю, что монтаж это решающий момент. И как все было на самом деле, и как нам показал телеканал СТБ, безусловно, это две разные картинки. Но, для того, чтобы понять, какие девочки на самом деле, я хочу позвать каждую из них к себе на интервью. Посмотрим, что у нас из этого получится. А прямо сейчас перейдем к пост-шоу. Значит, Наталья Холоденко. Я прекрасно понимаю, почему ее пригласили. Она должна была быть главным, знаете, коммуникатором-раздражителем для девчонок, чтобы их разоблачать и показывать их настоящий характер. Вначале пригласили главную тройку проекта. Это Оля, это Наташа и, конечно же, Аня. Девочки подружились. Но тут Холоденко решила прикрутить шурупы, и что Аня, что Наташа вообще не соответствовали своим словам. Но Оля мне понравилась, допустим. Оля вела себя относительно сдержанно, не выставляла себя дурно на показ. А поведение Ани, конечно, расшатало Наташи Холоденко, потому что она была во многом права. Аня слишком акцентировала на том, что я при камерах одна, вне камер я влюбляюсь. Как это происходит? Как это вообще возможно? Если тебе человек импонирует, то ты не можешь себя контролировать. Ты не можешь на камеру, значит, скрывать свои эмоции, а не на камеру быть такая искренняя и страдать. Ну, это вообще странно. Поэтому Аня потрепали нервы, конечно, на постшоу. Но самый главный вопрос и самый главный гость у нас оставался на закуску. Это Даша. Придет ли Даша на постшоу и что она расскажет? Но к Даше мы еще дойдем, потому что следующей гостьей у нас появляется кто? Конечно же. Самый искренний персонаж, по мнению многих зрителей, с чем я кардинально не согласен. И значит сидит, Алина размышляет, снова вся такая чистая, снова вся такая искренняя, настоящая. Плачет, страдает, мама ее поддерживает, пришла прям с мамой. И снова все закручено на маме полностью. Настолько человек созависим. Алин, если ты смотришь этот выпуск, отношусь с большим уважением к твоей семье. То, как тебя воспитали, то, как ты себя ведешь. Но мама не будет в дальнейшем строить отношения с твоим мужем, с твоими детьми. Тебе нужно жить отдельно. Тебе нужно строить отношения отдельно. И вот решетняк решил пригласить в студию троих парней, очень красивых, статных, среди которых Алина должна выбрать себе парня, который придется по душе. И в итоге что? Алина говорит, ну вот-вот, вот-вот, подходит, не подходит. Начинает все так, как семки щелкать. Все так смотрят, особенно девочки, что происходит. Алина роняет фразу, что я не хочу тратить свое время на людей, которые мне неинтересны, с которыми я не буду строить отношения. И правильно, уже Гриша сам не выдержал. Говорит, а как ты можешь узнать, твой человек не твой, если ты не ходишь на свидание, ты не хочешь знакомиться и ты не коммуницируешь с человеком. Как ты можешь его для себя раскрыть? И здесь Гриша абсолютно прав. В общем, Алину конкретно зажали в тиски, мне ее в этом выпуске абсолютно не жаль, потому что сама налажала, сама стала заложницей своего образа, точно так же, как и Кристина, которую пригласили. У-у-у, Кристина наделала шума, призналась, что Максиме до сих пор нравится, что она ему после проекта писала, но он ей ответил только раз. Потом начала Кристина очень заигрываться, снова не соответствовала своему образу, уже не выдержала холоденко Наталья. И как психолог начала ее бомбить, и так, и так, и так, и по тем фронтам, и по тем, и Кристина, конечно же, не ожидала. Начала говорить, что вот я всегда из-за отсутствия внимания отца, я решила так привлечь, я решила так привлекать к себе мужчину. Что вообще, 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 Кристиночка, ты действительно заигралась, нельзя-то, нельзя притягивать к себе внимание фейковой жизнью. Помимо флэшбэков, как Холостяк знакомился с девочками, появляется рубрика участниц, которые делали себе пластику. И в самом конце, как вы думаете, чьи фотографии появляются? Кристины, потому что Кристина сделала хирургической манипуляцией снизу в этой зоне. Не знаю, как эту часть назвать правильно с точки зрения анатомии, не буду вас дезинформировать, но вот здесь, посчитав, что у нее двойной подвородок, она сделала себе контурную пластику. С ума сойти! Зачем? Зачем кромсать себя, когда ты и так красивая, абсолютно девушка? Ну, самая глупость большая, которую совершает Кристина на постшоу, говорит, «Я, когда ушла из проекта, я очень расстроилась, я действительно думал, что Максиму не понравилась моя стрижка». Что? Это даже не стрижка, это тресса, которую ты сняла, девочка моя. Максим сидит вообще охреневший, да, вот с такими прям глазами, которые выкатились как шар. В смысле из-за прически? Ну, реально ты дурочка только может размышлять, ведь речь идет о том, что ты действительно заигралась. И Максим об этом говорит уже напрямую. Кристина, ты построила образ, на который я повелся. По итогу, по итогу, ты слишком заигралась, перестала этому образу соответствовать, а я ищу искреннюю девушку, и поэтому мы с тобой попрощались. Отдельно нужно сказать о взаимоотношениях Кристины с мужчиной, мистером Икс, с которым у нее отношения особого формата. И тут решетняк говорит, что ты имеешь в виду особый формат? И Кристина такая, ну мы с вами взрослые люди, и так все понятно. У меня были, да, определенного формата отношения. Сам Никита, бывший холостяк, говорит, что, ааа, значит, эскортница. Что вы подумали? Конечно же нет. Конечно же да. Кристин, давай называть все своими именами. Ты хочешь красивой жизни, ты ее получаешь. Получаешь благодаря чему? Благодаря сексу. Психолог Холоденко очень правильно подметила, что Алина и Кристина безумно похожи. По своему типажу мышления только Алина занимается подменой понятий с точки зрения своих свиданий, позиционирований. Какая она себе уверенная, какая она клевая, какая она, значит, ставит себе десятки, потому что богиня. А Кристина занимается подменой понятий, заменой своей реальности настоящей, делая себе пластики, делая себе какие-то манипуляции. Вот и все. В этом вся Кристина, в этом вся Алина. Нету настоящности, нету реальной жизни, в которой бы они жили. После у нас появляется в студии Виктория, похорошела, очень сбалансирована, была по своим эмоциям, действительно научилась говорить. Мне даже понравилась речь Вики. Вики и Даша Никитина отметила, что действительно Вика проделала большой труд, изменила свою речь и в принципе сама изменилась очень сильно, что здорово. Тут решили редактора, значит, помусолить скандал, инстаграм-скандал между Викой и Аней. По-моему, это бессмысленная история, потому что Аня сама по себе провокатор. Да, она такая вся хохотушка, но в то же время девочка, которая не лезет в карман за острым словцом. В принципе, сравнивать Вику и сталкивать лбами с Аней, по-моему, большая глупость, потому что Вика спокойная, простая, в доску, свойская, очень свойская в хорошем плане. А Аня такая с напором, она еще натворит делов, чудес и потом будет заставлять тебя же жрать твое... Поэтому я не знаю, стоит ли об этом говорить, наверное, не стоит. Тут появляется в студии Олег Кинзов. То-о-о, какой нахрен Кинзов? Неужели с тобой решили заюзать своих персонажей на максимум и просто реально именно тыкать, тыкать своих героев каждый, каждый, каждый уголок? Ну при чем здесь Олег Кинзов? Какое отношение Кинзов имеет к проекту Холостяк? Каким он может быть экспертом? Зачем он вообще там? Половина постшоу просто вызывала у меня недоумение, я не понимал, зачем я это смотрю. Очень много моментов не имели прямого отношения к шоу. Безусловно, это интертеймент, в котором есть фан, в котором есть драма, в котором есть структура серии, да, которая вышла на экраны. Но все равно мы все-таки собрались ради Холостяка и ради Даши. Давайте на этом больше сконцентрируем свое внимание, а не втюхивать зрителю уже просто полный каламбур. В студии, как вы думаете, появляется кто? Даша, победительница, избранница Холостяка. Зашла триумфально, только мне показалось, что у нее с тех пор стали губы еще больше. Не знаю, напишите об этом в комментариях. Показывают на экране историю любви Даши и Максима. Даша разревелась, именно разревелась. Впервые я хочу ее поддержать, потому что она была очень искренняя в своих эмоциях и выражениях. Когда закончилось видео, она долго не могла собраться с мыслью, не могла прийти в себя и начать как-то комментировать свои эмоции. И в какой-то момент она заявляет, что Максим не признался, у него был секс на проекте. И я не могу его простить, потому что это измена. Стоп, 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 девочка моя, давай немножко отмотаем назад. Ты была в условиях проекта, он был в условиях проекта. Мужик и 25 женщин. В любом случае с кем-то из он переспит. И я говорил об этом в своих видео. Вы меня не слушали, вы мне не верили, вот получайте. Это шоу, но в шоу есть человеческий фактор и он неизбежен. Поэтому снова недопонимание между Дашей и Максимом. Даша воспринимает реальность вот так, Максим воспринимает реальность вот так. Но на самом деле никто никому ничего не должен, не было никаких обязательств. В принципе, то, что Максим спал с Даной в финале, неудивительно. Кстати, этот вопрос не раскрыли до конца. Ведь вслух не было произнесено, с кем он провел ночь. О, кстати, видите, я Дану чуть не забыл, которая тоже пришла. И сияла, сияла просто на пост-шоу. Еще исполнила песню своим голосом, значит, свой стих, музыкальная обработка, на гитаре. Все смотрят с таким восторженным взглядом. Короче, Дана монетизирует свою популярность, начинает набирать обороты. Я не удивлюсь, если в скором времени мы увидим клип на М1 с ее украиноязычным стихом. Да, уже только в виде песни. Дана молодец, зарабатывает деньги. Тут респект, ноу комманс. Шла речь о финале, а там было только две участницы. Об этом посмела предположить Даша Никиты. Она ему сказала, я так думаю, речь идет. Да, они. И не ошиблась. Так что сказать, что Максим был виноват в этой ситуации? Нет, не виноват. И девочки начали между собой шуршать. Участницы, что сейчас будет, наверное, эпичное примирение. Даша скажет, что тебя прощают. И они сойдутся в прямом эфире. Но этого не произошло. Даша говорит, слушай, у меня есть у тебя эмоции, я бы хотел с тобой продолжить. И Максим так аккуратненько уходит от темы, говорит, я хочу пожелать тебе, чтобы ты была счастлива. Ну, это хотя бы, по крайней мере, честно. Хэппи-энда не произошло. Самый интересный момент названия этого видео, которое я выпускаю. Кольцо Даши. Секс с Даной. Ну, уже с Даной. Уже с Полиной. Уже есть новая девушка. Почему Максим выбирает такой типаж, мне непонятно. Потому что мужик достаточно хороший, грамотный, вроде мудрый, да, на свои 3-4. Но то, что он выбирает, это странно. Это девочки не его уровня, не его статуса. Так что финальный эпизод был достаточно горячим на эмоции, но в то же время абсурдным и в то же время местами неинтересен. Гриша Решетняк анонсировал новый сезон, в котором будет Алостячка. Известная украинская актриса, которая будет искать свою любовь. Очень интересно, очень интересно, потому что, когда собираются в одном пространстве мужики, которые будут бороться за женщину, ооо, поверьте мне, это похуже, чем женский коллектив. Столько будет сплетен, разборок, драк, столько будет недосказанного, сколько будет придуманного, столько будет фейковой жизни. И холостячки будущие, я хочу пожелать набраться терпения, мудрости, в первую очередь слушать свою интуицию, потому что многие парни пойдут на все, что угодно, лишь бы понравиться холостячке. И эта борьба будет в разы хлеще, чем женское соперничество за холостяка. Очень интересно, что будет дальше, не дождусь, когда начну освещать новый сезон. Правда, это интригует, это интересно. Максим и Даша пример того, что на реалити-шоу практически невозможно найти свою любовь, но на контрасте вроде как Даша и Никита смогли это сделать. Ой, не знаю, холостяк все больше и больше затягивает и в то же время все больше расстраивает. Очень смежные, неоднозначные эмоции. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам сезон с Максимом, кто вам из участниц больше всех понравился, как вам такой финал или какое развитие событий вы видели. Пишите обо всем в комментариях, поддержите видео лайком. Мне интересно узнать ваше мнение, я прочитаю каждый коммент. Многим не дает покоя интерьер мой сзади. Вот золотые быльца, вот обои золотой-зеленым. По-моему, ничего зазорного в этом фоне нету, потому что я на этом внимание не акцентирую. Меня интересует диалог с моим зрителем, дискуссия, общение, знакомство. Поэтому обязательно подпишись, стать частью моей интернет-семьи. Мой инстаграм, мой телеграм-канал, донаты, все это в описании. Так что, ребят, присоединяйтесь, буду очень благодарен вашей поддержке в виде подписки. Не прощаюсь, правда, будет много-много интересных событий на нашем канале. Все только начинается. До скорых встреч. Это был итоговый выпуск о проекте «Холостяк» 10 сезон. Время пролетело быстро, вроде только начинал снимать первую серию. Уже финал, тринадцатый эпизод. Это было увлекательное путешествие вместе с вами. Я искренне благодарен, что вы уделяете свое время при просмотре моих влогов. Спасибо вам. Вот просто не перестану говорить спасибо. Я не прощаюсь. Говорю, до скорых встреч на моем канале. Не болейте, берегите себя и своих близких. Субтитры сделал DimaTorzok